Несмотря на то, что в Эстонии в целом солнечно, тучи сгустились над госсектором. Дело в том, что до сих пор остается очень актуальная тема сокращения в государственных учреждениях. Из-за этой политики спасательный департамент, например, не может заполнять свои вакантные места. Очень многих работников недосчитаются образовательные учреждения. И, в принципе, проблем достаточно много. Их более подробно мы обсудим сегодня с председателем профсоюзов работников госучреждений и местных самоуправлений. Калли Ливомяги. Доброе утро, Калли. Доброе утро. Правительство у нас объясняет необходимость сокращений в госсекторе тем, что население Эстонии сокращается ежегодно на 0,7%. Следовательно, вроде бы логично, что на такое же количество должно сокращаться и число чиновников в госаппарате. Насколько, на Ваш взгляд, такая логика оправдана? Ну, если я говорю от имени профсоюза, конечно, мы не одобряем эту политику. Эта политика написана в договоре коалиции, и с нами это не обсуждалось. Мы видим то, что, конечно, каждое сокращение в костсекторе, это влияет на проблему качества услуг. И особенно внутренних дел, там как раз касается полиции, пожарников и таможенных, налогового департамента, что чем меньше людей, тем, конечно, господчету это легче. Но если мы смотрим от стороны употребляющих этих услуг, конечно, это очень-очень тяжело. Но я хочу объяснить одну вещь дополнительно, что можно, все не знают, это то, что когда это решение принялось, тогда было сказано, что в всех секторах мы будем этого следить и будем сокращать. Но теперь, в начале этого года, правительство сделало маленькое изменение, что это изменение, загрязнение людей не будет касаться работников, которые работают в Министерстве обороны, в культуре, это касается работников театров. И третье направление то, что люди, которые будут работать теперь представительством Евросоюза, когда Эстония будет представительствовать в ЕС. Ну, то есть таким образом просто обозначили приоритеты. То есть оборона, культура и председательство в Евросоюзе – это наш приоритет сейчас. Раньше было написано так, что если в некоторых отрезках это будет увеличаться, увеличится этот темп сокращения людей, тогда в других надо так много и сокращать. Но теперь эти три сектора, они увели из этого. Это значит, что в других секторах надо, либо если хочется подниматься зарплату, тогда... Надо сокращать людей. Правильно. Но вот планировалось 750 госслужащих уволить. Получается, что на данный момент цифра увеличилась – полторы тысячи. Мы об этом сейчас говорим. Как так получилось? Но это получается то, что некоторые руководители госучреждений, они хотят быть очень такие, чтобы их учреждение хорошо выгляделось. Добросовестные такие, ответственные руководители. Да, то есть принимают то, что им скажут. Но мне говорили чиновники Министерства финансов, что нельзя закрепить так, что какие-то задания не будут в этих учреждениях выполнены. То есть одно скажется Министерство, но другое получается совсем в этом госучреждении, кого руководят. Программа сокращений до 2019 года предусматривает сокращение еще 3,5 тысяч человек. Мы уже выяснили, что в сфере обороны культуры и всего, что связано с представительством Эстонии в Евросоюзе, ничего не последует. А в таком случае 3,5 тысячи человек в каких секторах в первую очередь будут сокращены? Ну, нам этого не говорят. То есть дается... То есть подождите, программа есть, но вы как представитель профсоюза в полном неведении относительно того, как она будет реализовываться? Нет, потому что это сделано, тоже написано в программе договора коалиции. Профсоюзов туда не приглашали. Но коалиционный договор, это же вроде бы открытый документ. Открытый, но мы это услышали, когда подписались, когда они этого решили, это тогда они объявили эту ситуацию. Ну, практически эту же тему мы обсуждали с представителем профсоюза спасателей. Он говорил о том, что действительно спасательный департамент не может заполнять вакантные места, и это, безусловно, скажется на качестве оказываемых услуг. Если мы говорим о других областях, то как эти сокращения могут сказаться там? Ну, я попробовал узнавать среди своих членов, есть ли где-то в другом месте такое положение. Но этого я не слышал. Но что я вижу, что в социальной сфере никак нельзя закрепить, потому что это связано с тем, что наше население постареет. И там как раз надо дополнительных рабочих рук. И, кроме того, еще, что я думаю, что вы знаете, что есть четыре сектора, где одобрено, что дополнительно дается денег на госпучету. Это здравоохранение, это работники культуры, внутренняя безопасность, и это... Что-то с Евросоюзом связано? Нет. Нет? Это культура... Можно на эстонском сказать языке. Просто вылетело из головы. Ну, хорошо, есть четыре сектора, допустим, один мы сейчас забыли. И что там? И там дополнительно дается денег. То есть, если в других секторах хотят повысить зарплату, это значит, что зарплата повышается только по этому поводу, если сокращаются людей. То есть, единственный способ сделать материальное существование других работников лучше, это сократить кого-то. И, знаете, Каля, последний короткий вопрос хочу задать. А какие, собственно, у профсоюзов есть рычаги воздействия на правительственную политику? Пикеты, забастовки, что? Ну, это возможно. Но я хочу сказать то, что сперва мы все-таки даем юридическую помощь. По этому поводу, что если будут люди сокращаться. Потому что у чиновников есть и то, что в законе служащих написано, что человек можно и увольняться, но если он или она пойдет в суд, тогда суд, если одобрает, скажет, что увольнение было неправильно, работодатель не должен его взять обратно. И это значит, что сокращение костчиновников – это очень легко, если смотря на стороны работодателя.